По словам специалистов, в настоящее время в городе над Бугом и Брестском районе ситуация по ОРВИ и гриппу стабильна. Конечно, болеющие есть, однако их число далеко от пороговых эпидемиологических значений. Такая ситуация, когда грипп под контролем для Бреста не новость. Яркий пример. В последние годы школы на карантин не закрывались. Специалисты убеждены, большой вклад в общее дело внесла иммунизация населения. Охват прививками против гриппа в 2016 году составил 40% населения в целом. При этом достаточно хорошо и активно работали предприятия в этом направлении. То есть охват за счет средств предприятий и организаций составил 8% от всего населения. Активно люди прививались и за счет личных средств. Более полутора тысячи граждан привиты за счет личных средств. Прививались как и детки, так и взрослые. Вакцинация, она так активно распространена на нашей территории, потому что она показала свою эффективность. То есть и достижение данной цифры подтверждается тем, что у нас на протяжении ряда лет, уже порядка шести лет, не регистрируется повышенный уровень заболеваемости. Однако погодные условия меняются быстро и непредсказуемо при всем желании. Порой не удается забыть о простудных заболеваниях. Если недомогание все-таки настигло, поднялась высокая температура, появились головная и мышечная боль, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Самолечение может не только не помочь, а наоборот серьезно навредить. При любом повышении температуры, особенно если температура не сбивается, сопровождается головной болью, слабостью, недомоганием, конечно же нужно обратиться к врачу. Вызвать врача надо. Врачи утверждают, лучшая защита от гриппа и ОРВИ – вакцинация. Однако для того, чтобы иммунитет развился, нужно время. Сегодня делать прививку уже поздно. Но некоторые пусть и менее эффективные способы защиты все же можно и нужно взять на вооружение. Необходимо соблюдать респираторный этикет, избегать мест большого скопления людей, проводить время на свежем воздухе, но не переохлаждаться, а также избегать стрессовых ситуаций, негативно влияющих на иммунную систему.